Здесь русский дух, здесь бани пахнет. На самой большой площади Красной Поляны любители попариться демонстрировали туристам древние банные традиции Руси. Алексей Воевода, олимпийский чемпион, председатель оргкомитета фестиваля и заядлый любитель попариться, уверен, что именно благодаря русской бани смог добиться победы на домашних зимних играх. Чемпион говорит, просто нужно напомнить людям о том, что баня – часть древней русской культуры. Люди не понимают немножко. Все думают, сауна – это баня одно и то же. Нет, это совершенно разные вещи. Это диаметрально противоположный эффект. И чтобы человек понял, что такое русская баня, ему необходимо в этом поучаствовать, получить этот опыт, экспириенс. Этот опыт можно получить только на таких фестивалях. Целый день для желающих научиться правильно париться проводили мастер-классы. И тут же в банном шатре каждый мог применить новые знания на деле. Банщик со стажем, расставчанин Станислав, говорит, баня и усталость снимает, и многие недуги лечит. По мнению мастера, иногда в парилке можно обходиться и без веника. Веером машем этот порог, опускаем на человека, да, веером, общаемся за баню. И когда столько людей в одном месте собирается, им становится очень хорошо и тепло. И я думаю, все думают, что уместно загадать желание, пожелать друг другу всего хорошего. В борьбу за главный пресс-форума вступили шесть лучших банщиков России. Ради победы участникам в прямом смысле пришлось немало попотеть. В итоге лучшим паромастером был признан Андрей Ионов из Москвы. Помимо почетного звания, он получил премию в размере 100 тысяч рублей и ваучер на проживание в одном из отелей Красной Поляны. Русская баня должна стать таким же туристическим брендом страны, как сауна для Финляндии и хамам для Турции, считают организаторы форума. И не исключает, что банный форум может получить постоянную прописку в Сочи. Власти курорта приветствуют такие мероприятия, ведь событийный туризм – эффективное средство для привлечения отдыхающих.